Паралимпийцы из 18 стран соревнуются в украинских Карпатах. Тут стартовал Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону. На неделю в село Яворов съехалось более 200 участников со всех уголков планеты. Слабовидящие люди и с поражением опорно-двигательного аппарата, несмотря на морозную погоду и метели, показывают свою выносливость и волю к победе. Люди, которые преодолели свои жизненные проблемы вследствие полученных травм или других вещей, они настолько умеют выживать и побеждать, и преодолевать различные трудности, что для них невозможных вещей не бывает. И таки действительно не бывает. Несмотря на метели в юге и мороз, спортсмены готовы преодолевать все преграды ради победы. Мы понимаем, что еще не в числе фаворитов, но стараемся развивать зимние виды спорта в Бразилии. Это трудно, потому что у нас мало снега. Точнее, его совсем нет. Но поверьте, что со временем мы будем вашими конкурентами. Среди фаворитов украинская команда. На стартовом этапе Кубка мира, который полтора месяца назад проходил в Финляндии, сборная страны заняла первое место. Венечанка Наталья Рубановская тогда взяла серебро. Как говорят, к победе нет никаких преград, поэтому мы все преодолеем и все будет хорошо. Мы все сильные, каждый по-своему, каждый может показать хороший результат. Все зависит только от нас. И каждый должен бороться, выкладываться на полную. На трассах западного реабилитационно-спортивного центра соревноваться спортсмены будут в течение недели в трех классах. Сидя на специальных адаптированных сиденьях, которым крепятся лыжи, стоя те, у кого поражение верхних и нижних конечностей, и слабовидящие спортсмены. Последние будут бороться за награды не только в лыжных дисциплинах, но и в стрельбе по мишеням. Я шокирован, что Бразилия, Корея, Япония, Канада, Великобритания, Китай, все континенты, практически за исключением Австралии, прибыли сегодня в наш центр. Единственное, я прошу Господа Бога, чтобы немножко все-таки была лучше погода. Такой ужасной погоды я не помню за все годы строительства центра. Чтобы был такой ветер, метель, снег, сильный мороз. Здесь уже минус 30. Кубок мира завершится 20 января. Это подготовительный этап для спортсменов и команд перед паралимпийскими зимними играми 2018, которые пройдут в Южной Корее. После заснеженной турковщины в феврале паралимпийцы отправятся на чемпионат мира в немецкие Финстерау. Из Львовской области Марьяна Оленская.